Девушки отдыхают Мы же не украинцы, понимаете? Мы не украинцев освобождаем и не делаем им хорошо. Это никогда не было целью специальной военной операции. Потому что там некоторые себе думают, что наши ребята сейчас гибнут для того, чтобы какому-нибудь одесситу хорошо сделать. Нет, ребят, речь идет о чисто эгоистических целях. Мы защищаем свою собственную национальную безопасность. В какой-то мере Украине повезло, что кремлевские кураторы информационной политики в кадровых вопросах делают ставку именно на такую публику. Ведь если бы российским ресурсом пропаганды заведовал кто-то действительно талантливый и умный, они реально могли бы более-менее успешно раскачивать Украину изнутри. Ну а визгами и угрозами в стиле Соловьева и Витязевой... И за Белгородскую область, да. И за Донбасс, за Херсон, за все. Будет прилетать. Я очень надеюсь, что много, часто, жестко и беспощадно. Должен пылать Берлин, Париж, Мадрид, Лондон, Вашингтон. Столица нацистских государств, которые приняли решение воевать с Россией. Максимум, что у них получается, так это взбодрить бабушек из отрядов Путина. Там, кстати, дела уже настолько плохи, что и психиатры едва ли помогут. Зеленский – сволочь настоящая. Мира он не хочет никакого. Ему и Путин, так он выступает. Этот Путин такой-сякой, бессовестный он. В общем, друзья, мы бы никогда не подумали, что настанет тот день, когда совершенно искренне захочется сказать «спасибо» упомянутым пропагандистам. «Спасибо», несмотря на все изрыгаемые ими проклятия. Будете вы сидеть без света, без воды, без тепла, без всего. В пакете гадить будете, как вы уже это делаете. И жаловаться. Ненавижу. Ведь слова, по сути, ничего не значат. Куда важнее действие. А здесь у ребятушек есть весьма конкретный результат. Да такой, что хочется прокричать «Браво». Дело в том, что чудесное трио в лице Соловьева, Витязева и Гаспаряна из теплых московских студий занялось демилитаризацией российских фронтовиков. Причем не абы каких, а топовых. Да, у меня сорвало колпак. Правда. Есть такой околовоенный телеграм-канал «Нам пишут из Янины», админом которого был идейный Новоросс Андрей Морозов, воевавший против Украины с 2014 года. Помимо всего прочего, через Морозова проходила еще и куча волонтерских денег. Россияне доверяли Морозову из-за идейности. В общем, враг очень неприятный и, можно сказать, топовая цель для украинских спецслужб. А зачем напрягаться, если есть такие талантливые помощники в Москве? А скрин-поста некого Мурза пишет, с октября от Невельского до Новоселовки 16 тысяч безвозвратных потерь с нашей стороны. Да за такое надо только с ноги бить, там как раз такая ряха, что не промахнешься. Здесь, конечно, многие захотят уточнить, чем же так разозлил Витязеву и компанию офицер российской же армии. Соль земли, как говорила Витязева. Это и есть наши русские воины. Это и есть наши бойцы, наши защитники. Наша гордость. Соль нашей земли. А проблема оказалась весьма простая и банальная. Позывной Мурс после захвата Авдеевки посмел рассказать народу, какой страшной ценой обошелся штурм. О том, как целое подразделение перестали существовать. Я захочу увидеть уголовное дело по полку 1487, который не попал в число отличившихся за Авдеевку. Хотя был сточен об нее полностью. Повторяю, вплоть до забега в атаку роты управления и командования полка. Я хочу прочитать хоть чьи-то официальное объяснение того, кто, как и почему гнал на убой питерских мобов. Здесь бы пропагандистам наоборот разогнать этот пост, ну хотя бы в память о погибших. Но нет. Останкинские додики на всю страну заявили, что офицера российской армии надо расстрелять. После чего Морозов предложил Соловьеву и Витязевой приехать на передовую и лично исполнить приговор. Вы можете меня расстрелять. Завтра же. Лично вы. Снимите на видео, как я вам командую. Пулемет дам, патроны неучтенные дам. Все как надо. Сможете оттянуться в волю. Можете пригласить на этот аттракцион Соловьева, Трухана, всю вашу по***ту поганую и стрелять поочередно. Но естественно пропагандисты сделали вид, что ничего не происходит. Зато к чувачку, сказавшему правду, срочно приехала проверка. Потребовали заткнуться и удалить пост о потерях. Сегодня, товарищ полковник, по вашему приказу меня заставили удалить пост из моего телеграм-канала «Нам пишут из Янины». А вас заставило отдать этот приказ ваше командование. А его, ваше командование, заставили это сделать политические проститутки во главе с Владимиром Соловьевым, которые сут сами приехать и нажать на курок. Что ж, я сделаю это сам. Сам расстреляю себя. Если никто не осмелится взять на себя это пустяковое дело. Но позывной Мурс от своих слов не отказался и просто застрелился, не желая иметь ничего общего с лжецами, танцевавшими на костях его погибших товарищей. Автор телеграм-канала «Нам пишут из Янины». Андрей Морозов, известный под позывным Мурс, покончил с этой жизнью. Это что же получается, что у нас любая проститутка и любой чмырёныш из телевизора воина могут затравить? Как же это так, Мурс? Ты же вообще никогда ничего не боялся. Десять лет войны прошагал. Что получаем в итоге? Абсолютно бесполезная чепуха из тыла ликвидировала опасного для Украины боевого офицера. Витязева, Соловьёв, Гаспарян, да вы же просто красавчики! Уже сейчас грамота от СБУ ваша, напишите только куда прислать. А если продолжите в том же духе, то смело можете и на ставку рассчитывать. Тем более вам и напрягаться особо не надо, жирных целей для новой травли хоть с крепными местами жуй. Посмотрите вон, что негодники о прилёте по полигону пишут. В Трудовском было организовано построение бойцов на одном из полигонов. Ждали большого начальника. Враг ударил кассетными боеприпасами. Как итог, 65 человек погибших. 65 жизней, 65 парней не вернутся домой живыми из-за прихоти штабного упыря. И это только на утро. Сейчас наверняка цифра другая. Как семьям в глаза смотреть будете, твари? Ой, ужас какой! Снова потери раскрывают. Две роты в полном составе уничтожены за 30 секунд. Да ещё и генерал оказывается в этом виноват. Ошибки нет. Парней построили из-за него. Знакомьтесь, это генерал-майор Олег Львович Моисеев, командир 29-й армии. Недавно про прекрасного командира Моисеева даже Соловьёв снял репортаж. Но факт остаётся фактом. Он устроил это построение. Он погубил парней. Тут не нужно откладывать в долгий ящик по накатанной схеме, как с Морозовым надо работать. Но и, конечно, не забыть довести до петли вот этого чмоню. Он мало того, что правду решил рассказать, так ещё и видео с проклятиями в адрес генерала выложил. Ебаные нахер. Командиры всю роту расхунули. Походу, четвёртая. Так она и шестая там, ебаный в рот, там пи*** на роду. Просто пи***. Две роты нахер. В общем, работы у Витязева и Соловьёва и Гаспаряна просто непочатый край. Ну а раз мы уже затронули тему прилёта по полигону, затронем ещё один важный момент. Итак, ВСУ поймали додиков во время построения. Ударили хаймарсом. В результате трупами завалено всё поле и часть лесополосы. Вон, в ебаный, ебаный в рот, там пи*** вообще. Вот четвёртая рота. Полностью лежит. Шестая рота. Приятно? Приятно, но здесь важно другое. Буквально сразу после прилёта и украинские, и российские источники публикуют доказательства в виде фото и видео. То есть прилёт таких масштабов и с такими последствиями в современном мире просто невозможно скрыть. А теперь давайте вспомним, как российские пропагандисты некоторое время назад разгоняли очень похожую историю. Умная голова согнала на полигон в Селидово очень много личного состава. До полутора тысяч подчинённых бойцов ВСУ. По ним прилетело кассетами. Военные сейчас приезжают вытаскивать трупы. Всем ясно? Полторы тысячи солдат в районе Селидово якобы накрыли. Но ой, прошло уже очень много времени, но до сих пор нет ни одного фото, ни одного видео, нет съёмки с дрона. То есть ничего нет. Получается, 65 трупов сняли со всех ракурсов. А когда говорят про полторы тысячи, то ни у кого телефона рядом не оказалось? Да? Нет, друзья. Так не бывает. И именно такие истории показывают разницу. То есть это то, чем реальные победы Украины отличаются от ротовых побед россиян. Последние тупо не умеют в пруфы. А пропагандисты всех мастей заврались настолько, что уже и Путина разоблачают. Сейчас мы вам покажем яркий пример. Самолёт! Все последние недели украинская армия взялась демилитаризировать российскую авиацию. Неизвестное ПВО косит российские самолётики тупо пачками. При этом, как мы уже рассказывали в прошлых программах, после каждого нового падения россиянам дружно втирают продружественный огонь. Село Дьяково, тыл, Луганская Народная Республика. Сбитый неукраинским ПВО Су-35. Пилот жив. По словам отдельных титанов мысли, 70% потерь российской авиации – дело рук российского же ПВО. То есть додикам проще своих спецов грязью облить, чем признать эффективность того же Патриота. Но главное сейчас всё же в другом. Давайте вспомним, что говорил лично Путин после падения самолёта Ил-76. Это не могло быть ни при каких обстоятельствах дружественным огнём, как в таких случаях говорят. Потому что самолёт был поражён системами ПВО, а наши системы ПВО по своему самолёту по определению наносить удар не могут. Там стоят системы свой-чужой. Погодите-ка, в смысле система свой-чужой? Это значит, как кнопку не нажимай, ракета не вылетит? Так же? И сколько оператор на кнопку бы не нажимал, наша система ПВО не сработали бы техникам. А пропагандисты всех в обратном уверяют, якобы даже уникальный А-50, не говоря уже о сушках, именно свои же избили. По моим данным, хохлы никакого отношения к потере самолёта А-50 не имеют. В СВО, к сожалению, самым страшным и самым опасным врагом для ВКС стало наше ПВО. Оно всегда бьёт в спину. От него невозможно защититься или как-то его предусмотреть или учесть. Так кто же тут врёт? Они или Путин? Они ж настолько жалкие, что уже друг друга разоблачают. И хоть бы кто-то в Останкино обратил внимание на подобное противоречие или народу, правда, по сбитым самолётам и погибшим лётчикам не нужна. Вопрос, судя по всему, риторический. Ведь время идёт, а по федеральным каналам не говорят ни слова. Зато всегда находится время, скажем, на упоротые байки про фашизм. Ну или на какую-то другую ахинею. Вот Украину, по всей видимости, не просто сравнивают с нацистской Германией, но и уравнивают уже, закрывая на это глаза. Запад вот почти спустя 80 лет пытается взять реванш, на этот раз руками украинцев. Фашизм сегодня не только в военном плане, но и в идеологическом плане присутствует у данных подразделениях Украины. Та идеология, которая сегодня проповедуется в профашистском киевском режиме, она проникла и в этой части, в том числе и в военнослужащих и так далее. И она, на мой взгляд, поддерживается, эта идеология, с целью, ну будем говорить, у них ориентир веет. Но лично у нас есть большие сомнения, что забалтывать правду получится всегда. Рано или поздно с ростом числа погибших неудобные вопросики точно возникнут. Ведь, как правило, раззомбирование россиян происходит после личного горя. По-другому, видать, не доходит. И в этом, пожалуй, одна из главных проблем современных россиян, которые без гроба посреди комнаты упорно не хотят замечать очевидное. Больше восьми лет. Они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорить? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут. Они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем YouTube-канале, а также на Patreon. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина! Субтитры создавал DimaTorzok